Сто лет нашей школе, первой школе, это очень знаменательная дата. Коллективом школы пройден путь длиной в век. Вложен огромный труд нескольких поколений, учителей. Из стен школы вышло много выпускников. Наша школа сегодня – это дом, который построили по кирпичику ветераны педагогического труда, учителя, сотрудники школы, ученики, родители, выпускники. Этот дом сложился из наших дел, талантов, стараний, результатов и успехов. Разрешите сегодня, в этот день, поздравить всех наших ветеранов, учителей, которые работали в нашей школе и работают, сотрудников школы, учеников, родителей, выпускников, с этой замечательной датой, столетним юбилеем школы. И пожелать, чтобы все наши стремления, достижения, триумфы, успехи переплетались с крепким здоровьем, душевной гармонией, всеобщим уважением и признанием успехов всем, чем каждый из нас дорожит в нашей жизни. Готовясь к юбилею, педагогические, ученические и родительские коллективы жили активной и творческой жизнью. Все мероприятия, олимпиады, конкурсы были посвящены этой золотой дате. И ярким событием юбилейного мероприятия стал выпуск книги, посвященной столетию школы «Ценим прошлое, строим будущее». Это у нас выпущена третья книга, которая является продолжением первых двух книг, выпущенных к 90-летию и 95-летию нашей школы, где содержались краткие исторические справки об этапах развития нашей школы, куда вошли воспоминания учителей, учеников, выпускников и родителей. Клига состоит из четырех глав. В первой главе мы посвятили поздравлению наших руководителей и искренне благодарим за теплые, добрые слова нашему коллективу. Воспитание и обучение у нас осуществляется в союзе с нашими родителями и нашими социальными партнерами. Такая системная работа школы является и влияет на всестороннее развитие личности, учащихся на повышение качества обучения. Мы очень благодарны нашим родителям, нашим социальным партнерам за совместную продуктивную работу в деле воспитания и обучения наших детей. Здесь в книге воспоминания основных вехов развития нашей школы. В далеком 1921 году эта школа была первая советская школа, первые ступени, первого концентра и приняла своих первых учеников. В далеком 1937 году школа была уже переименована и стала девятилетней школой. В 1970 году, в год столетнего юбилея Владимира Ильича Ленина, по улице Чайковского было построено новое типовое здание, и в это здание переехала наша школа. Это в Сайсарском округе по улице Чайковского. Выпускники этих лет прошли большую школу. В сентябре 2007 года по распоряжению окружной администрации города Якутска школа переехала в отремонтированное здание по проспекту Ленина, 32. Это бывшее здание восьмой школы. Мы там находились 15 лет, и опять новые задачи перед коллективом стали, как развиваться, по каким направлениям. В 2009 году было подписано распоряжение главы города Якутска о присвоении статуса школе средней общеобразовательной школы номер один. Мы там находимся в сентябре, и мы там находимся в сентябре. Мы там находимся в сентябре, и мы там находимся в сентябре, и мы там находимся в сентябре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Якутия, земля без края, каскады гор и ширь полей, Я воспою тебя, родная, от южных гор и до морей, Седых, холодных и суровых, волной ласкающих тебя, Когда весной цветеньих ногу твоя полярная звезда. Земля бескрайняя, озера синие, сугробы белые, кругом леса. Моя Якутия, моя Республика Саха, Росла безвестна, но сердцем щедро, Россию славила во все века. Моя Якутия, моя Республика Саха. Алмазы, золото и песни звонки дают отечество во все века. Моя Якутия, моя Республика Саха. Моя Якутия, моя Республика Саха. Воспитательная работа, она тесно связана с образовательной деятельностью. У нас дети не стоят на учете нигде, ни КДН, ПДН. Этим занимается профилактическая работа и сама школа. В связи с этим ребята у нас очень сознательно готовятся к выпуску, уже на выпуске порога. И потом успешно поступают по выбранным специальностям. По результатам исследования агентства РАЭКС мы вошли уже три года подряд. Входим в число лучших школ Республики Саха и Якутия по количеству выпускников, поступающих в ведущие в ВУЗы России. У нас работают такие педагоги, которые выпустили 100 бальников. Это Сергеева, Татьяна Власевна. Учителя русского языка, математики, английского языка, информатики, физики, якутского языка. Это учителя, которые готовят стопроцентно качественно по ОГИ и ЕГИ. Сегодня в нашей школе работает 60 сотрудников, 40 педагогов, коллектив опытный, стабильный, творческий. 80% учителей, которые имеют, то есть аттестованные Министерством образования Республики Саха и Якутия, первой и высшей категории. Мы гордимся, что рядом с нами 50% коллег, педагогов, которые награждены знаками «Почетный работник Российской Федерации», «Отличник образования», «Отличник культуры», «Отличник народного хозяйства», то есть награжденные знаками Республики Саха и Якутия. И в этой части в 2022 году в истории школы открыта новая страница. Это переезд школы по проспекту Ленина, 50, в здание Кооперативного техникума. Сегодня с большой трибуны я хочу поблагодарить всех тех, кто действительно принимал такое решение. Значит, были выделены средства. Это Иссен Сергеевичу Николаеву, главе Республики. Это, конечно же, депутата Малтумен Федосе Васильевне Габышевой. Это Министерство образования Республики Саха и Якутия, мэру города Якутска Григорию Евгению Николаевичу. И нам для создания условий, конечно же, помогла прокуратура Республики Саха и Якутия в лице Попова Максима Николаевича, прокуратура города Якутска Николенко Антон Николаевич, которые действительно очень помогли нашему коллективу защитить права наших детей. Вы унесли самые интересные вопросы, которые нам Sureali, которые приходят области в Олимпиаде, на Укладе практические конференции, tournament области республики, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok